Продолжение следует... Пару слов уделить анонсам, нашим будущим вебинарам. Как вы видите, в самом начале чата я отдал вам ссылочку на расписание вебинаров Директ Медиа на ближайшее полугодие. По этой ссылочке вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который будет проходить вплоть до середины июня 2017 года. Ну, а сейчас я хотел бы представить следующий наш вебинар. Вебинар будет проходить 10 февраля. Называться он будет вот так вот. Вебинар будут вести два эксперта. Один из них это Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. А второй Александр Иванов, сейчас я скажу полную его должность, как его представлять. Одну минутку. Президент из Датско-Полиграфической Ассоциации Университетов России. Вот два таких интересных эксперта будут выступать на эту тему. И зарегистрироваться на этот вебинар можно по вот этой вот ссылке. Можно прямо сейчас, кто хочет. Коллеги, сегодня у нас получился с вами такой кулуарный несколько вебинар. Достаточно мало народу. К сожалению, две причины к этому привели. Первое и самое главное, это то, что у нас сломалась наша рассылочная машина, и основная наша рассылка не ушла в эфир. А вторая причина, то что вебинар был, хоть и в течение дня, но перенесен, видимо, кто-то не смог прийти. Но наши вебинары состоятся в любом случае, даже если к нам приходит один человек, то вебинар проводится. Потому что параллельно идет запись, и потом в записи, кто не смог, может посмотреть. Я уже ответил в чате, но отвечу еще раз на вопрос, будут ли сертификаты. Да, теперь все наши вебинары автоматически сопровождаются электронными сертификатами, которые вы можете распечатать. Которые придут автоматически на ваш электронный адрес. Ну что ж, коллеги, на этом я заканчиваю свое вступление и передаю слово Константину Леонтьеву, нашему сегодняшнему спикеру. И попрошу его дальше брать вебинар в свои руки и, собственно, перейти к теме нашего вебинара. Продолжение следует... Спасибо большое. Итак, охрана авторских прав в интернете. Проблема нерешенная. Проблема, которую пытались решать еще до того, как, собственно, интернет распространился в достаточной степени. И если позволите, маленький экскурс в историю и в текущую ситуацию, а потом я надеюсь, что уже мы обсудим и больше активности проявят участники, чем я как ведущий. Итак, когда появились подозрения, что появился интернет в начале еще 1990-х годов, возникло желание на международном уровне сначала каким-то образом урегулировать и описать эту новую реальность. И тоже в начале 1990-х годов началась разработка новых дополнений к международным договорам в области авторских прав. Сначала авторских прав, потом смежных. Которая потом переросла уже в разработку проектов договоров, так называемых договоров АИС по исполнениям и фонограмм, договоров АИС об авторском праве. Договоры разрабатывались с 1994 года, уже достаточно плотно, и были приняты на международной конференции в 1996 году. Позднее к ним добавился еще договор об аудиовизуальных исполнениях, так называемый пекинский договор 2012-2013 годов, это зависит от того, как считать. Утвержден был на международной конференции 2012 года, но присоединились и подписали стороны в достаточном количестве для его введения в действие в 2013 году. И так, собственно, эти договоры утверждали только небольшие дополнения к ранее существовавшей системе охраны. То есть, если раньше у нас основы охраны и сейчас продолжает оставаться так называемая Берская конвенция об охране литературных и художественных произведений, то в этих договорах были сделаны небольшие маленькие штрихи, это договоры специальные, в смысле Берская конвенция. Они говорят, что надо выполнять все положения Берская конвенция, но еще давайте попытаемся закрепить специальные положения о том, что надо бы как-то защищать авторские права в интернете, надо как-то защищать авторские права в некоторых иных случаях, не учтенных в предыдущих международных договорах, то есть на прокат, на распространение права, связанные с защитой так называемых технических средств, защиты информации, авторских смежных прав, защитой информации об авторском и смежном праве. То есть достаточно сложные, новые, путанные положения, которые потом уже постепенно стали внедрять в законодательство. Так вот, собственно, если рассматривать само использование в сети интернет, то с точки зрения технической оно может быть очень сложным, очень разнообразным, но формально выделять можно три стадии. Первый – это каким-то образом надо туда информацию затолкать в цифровой форме, потом каким-то образом эта информация должна поступить к потребителю и дальше уже на конечном устройстве потребителя, она в потоковом режиме или в виде постоянной копии должна быть воспроизведена и потреблена в виде прослушивания, просмотра, просто хранения на будущее. Таким образом, трем этим этапом – запись на сервере, предоставление доступа для публики и появление на экране монитора или, соответственно, иного устройства, соответствует на самом деле всего лишь два авторско-правовых полномочий или действия по использованию авторских прав – это воспроизведение, доведение до всеобщего сведения и последующее воспроизведение. Но есть, конечно, некоторые отличия, потому что первичное воспроизведение на сайте, в сети, на устройстве открытом для доступа третьих лиц осуществляет так называемый пользователь, доведение осуществляет он либо иное лицо, которое позволяет получить доступ к произведению, и третье воспроизведение осуществляет уже сам потребитель информации, то есть лицо, например, которое получает в частных целях это произведение. Но это все такая достаточно специфическая абстракция, которая, собственно, когда таким образом разложили полномочия, то получилось, что защищать информацию, защищать авторские права в сети интернет выяснилось достаточно сложно, потому что есть первая стадия воспроизведения, например, запись на сервере, запись в компьютере при открытии, его в цифровую сеть для обмена в рамках какой-нибудь торрент-сети. И вот эта первичная запись очень затруднительна для преследования, даже в случае нарушений, потому что, во-первых, на момент записи нет еще нарушения, трудно доказать, то есть есть нарушения, но трудно доказать убытки, трудно доказать сам факт этого нарушения, пока посторонние лица не получили доступ. Вторая стадия доведения до всеобщего сведения, так называемая, в международных договорах сформулирована очень сложно, потому что никто не знал, как передать интерактивный режим в терминах, существовавших в начале 90-х годов, и сформулировали как доведение произведения до всеобщего сведения, таким образом, что оно становится доступным для любого лица, из любого места, в любое время, по его собственному выбору. Это и в договоре об авторском праве, в АИС, Всемирной организации интеллектуальной собственности, и в договоре по исполнению фонограмм, нашла закрепление такая формулировка. В нашем законодательстве примерно такая же формулировка, ее несколько раз меняли, уточняли в разные периоды. В 2004 году она впервые получила закрепление в законе об авторском праве, полномочия доведения до всеобщего сведения, и впоследствии вошло уже в гражданский кодекс, и вот, собственно, доведение до всеобщего сведения, это та стадия, на которой и за которую могут преследовать нарушители, которые могут пресекать, на исключение которой, собственно, нацелены все правовые средства. Потому что есть еще третья стадия, это уже воспроизведение на стороне потребителя. Это воспроизведение в разных странах толкуется по-разному, но вот есть страны, где воспроизведение отдельно рассматривается, например, как в частных целях, и откуда бы его ни взяли, не является нарушением, ну, по крайней мере, в законодательстве это не оговаривается. Есть страны, например, европейские, США, где воспроизведение в частных целях все равно будет являться нарушением, даже в частных целях, если тот, кто воспроизводил, знал или должен был знать, формулировки могут быть разные, о том, что он воспроизводит с незаконного источника. То есть формально, если мы входим на сайт, на котором мы знаем или можем предполагать в достаточной степени, должны предполагать в достаточной степени разумности, что имело место незаконное размещение, то формально за воспроизведение мы тоже несем ответственность, хотя на практике понятно, что, ну, видимо, это будет последняя уже вещь, которая начнет предъявлять претензии, потому что в наших реалиях это достаточно трудно доказать, достаточно трудно инициировать судебный процесс или какое-либо преследование. Над каждым человеком с топором стоять сложно, хотя есть исключения, есть исключения, например, для случаев, когда воспроизведение осуществляется не в частных целях, не в личных целях, а воспроизведение, ну, например, скачивается программа и устанавливается на компьютере, используемого в организации. В этом случае, хотя имел место сначала воспроизведение, доведение до всего сведения, вот это последующее воспроизведение может быть зафиксировано не по факту его совершения частным лицом, а в связи с тем, что незаконное использование осуществляется уже в организации, и тогда возник вопрос к организации, к ее руководству, почему на компьютерах стоит нелицензионное программное обеспечение. Но это один из вариантов. Второй вариант, насколько я знаю, пытались инициировать некие преслед, некие процессы, но пока не очень успешно, это когда воспроизведение конечным пользователям сопровождается одновременным доведением для всеобщего сведения, для третьих лиц. Это ситуация как раз скачивания и одновременной раздачи в торрент-сети, потому что при этом имеет место не только воспроизведение, но и доведение. Тем не менее, пока опыты были, результаты пока... Говорить о каких-то устойчивых результатах сложно. Что же касается воспроизведения в частных целях, то у нас законодательство сформулировано настолько специфично, что тоже можно истолковать, на самом деле, что мы должны воспроизводить только с законных источников. Иное дело, что тот, кто захочет, например, привлечь какое-либо частное лицо, должен будет доказывать не только то, что воспроизведение имело место, прошу прощения, не только то, что воспроизведение имело место, но и то, что оно имело место именно с незаконного источника, и тот, кто воспроизводил, знал или должен был знать При достаточной степени разумности о том, что он нарушает права правообладателей. Способствует этим нарушениям и сам нарушает. Пока таких примеров, насколько я знаю, нет. Претензии высказывались, но больше примеров другого рода все-таки основываются чаще на незаконных действиях, не связанных с воспроизведением в частных целях непосредственно. Теперь, если позволите, основная проблема обеспечения эффективной защиты в том, что традиционные варианты не действуют. Если говорить с юридической точки зрения, то традиционные варианты защиты, если мы посмотрим вокруг гражданская, правовая, административная, уголовная, они по большому счету почти не действуют и в отношении других нарушений. Это, может быть, звучит как ересь, но все мы знаем, что в суд обращаться это достаточно тяжело и в значительной части случаев при нарушении прав, даже связанных с правами потребителей, с правами широко распространенными правами граждан, граждане не обращаются в суды, а если обращаются, то ничего приятного из этого не получается. Но, тем не менее, новое направление, новая проблема это обеспечение защиты авторских прав, относительно новое, потому что для Российской Федерации это вообще проблема по меркам права консервативного такого инструмента, очень новое, потому что в советское время, например, в большинстве случаев вопросы нарушений сводились к невыплате вознаграждений. И все, что мог требовать автор, это чтобы выплатили, признали и выплатили то, что ему должны выплатить или пересчитали по ставкам, по установленным. Ну и вторая ситуация, это, конечно, плагиат. Если мы говорим о нарушении авторских избежных прав в сети интернет, то все-таки чаще речь идет именно о нарушениях имущественных прав, о незаконном использовании, а не о том, что кто-то себе приписывает чужие заслуги, хотя это тоже имеет место быть, но может преследоваться в том числе и в уголовном порядке, это менее интересный вопрос, скажем так. Так вот, когда выясняется, что традиционные правовые инструменты не работают, то первое, что приходит в голову обычно, это законодателям и всем участникам, что надо придумать что-то новое. Вы знаете, это тоже во всех областях, если речь идет о том, что через обычный суд невозможно почему-то по каким-то причинам, потому что процесс настолько сложен и дремуч, невозможно провести, например, нормальное изъятие ребенка из семьи, где его бьют, значит, надо придумать юринальную юстицию. Это не только общий мировой порядок, если невозможно добиться, например, соблюдения каких-то требований налогового законодательства, значит, надо ввести уголовную ответственность. Ну, в принципе, то же самое в области авторского права, тоже может быть мысль некто и этическая покажется, но давайте представим, что такого можно совершить в области авторского права, что не могло бы быть компенсировано каким-то материальным эквивалентом. И с этим, насколько реально была бы нужна уголовная защита авторских прав, если бы работало гражданское правовое законодательство, если бы было бы что взыскивать, если бы эффективно работала система взыскания присужденного, например, имущества или денег. Но, тем не менее, поскольку мы находимся в существующей реальности, а не в параллельном мире, было додумано, что нужен специальный порядок защиты исключительных прав. Это не российская выдумка, это во всех крупных странах мира придумывают что-то свое. Есть страны, как США, где давно придумали целый комплекс мер, в основном сводящихся к поиску некого баланса между интересами пользователей, правообладателей, провайдеров, тех, кто организует использование. То есть система специфическая, сложная, но своя и работающая, опирающаяся на достаточно суровые наказания, в том числе и на компенсацию до 150 тысяч долларов за каждое нарушение. Такой достаточно удобный инструмент, причем целиком определяемый по усмотрению суда и вообще-то не связанный жестко с убытками, в отличие от компенсации, которая теоретически должна быть в Российской Федерации. Во Франции, все вы, наверное, слышали про систему трех шагов или трех ударов, когда придумали, что нарушитель, если он будет именно в частных целях скачивать незаконных источников или использовать торренты, его три раза предупредят и потом отключат интернет. На самом деле, там есть исключения, когда из первого раза, есть исключения, когда формальные предупреждения, есть возможности обжалования, но в какой-то степени это требование работы, этот закон, как ни странно, работает, несмотря на то, что он почти не применяется в количестве, если считать на душу населения, то вероятность ничтожна. Но, тем не менее, сам факт запугивания привел к тому, что, насколько я знаю последние данные, все-таки количество нарушений, скажем так, количество нарушений не снижается, но растет количество легальных покупок, легальных использований, потому что, если мы потом немножко еще поговорим, основная задача не в том, чтобы жестко запретить всем, чтобы все ходили в ногу, а в том, чтобы существовал рынок, экономические основы для развития индустрии авторского права. В тех же США, например, если мы будем сравнивать, есть магазин, например, Amazon Kindle, где 4 миллиона книжек в свободном доступе, не в свободном доступе за относительно небольшие деньги, конечно, у них там есть научные отчеты за 5 тысяч долларов, есть бесплатные возможности скачать, но в основном это 2,99, 4,99, ну, 4,99 уже бестселлеры. И, как ни странно, по разным опросам, чуть ли не половина граждан США покупает то, что, в принципе, можно скачать. Просто в силу привычки, в силу удобства и в силу того, что на начальном этапе, когда появлялся, собственно, развивался этот бизнес, настолько запугали эту самую часть населения, ну, запугали, может быть, в позитивном плане, знаете, как если нас всех запугивать на предмет того, чтобы не переходить улицу в неположенном месте, то нельзя сказать, что это террор, правильно, потому что это, наоборот, сохраняет здоровье и жизнь населения. Так вот, благодаря каким-то неимоверным судебным процессам, то есть, может быть, вы помните, еще лет 10 назад были суды в Америке, над которыми нас смеялись, где РИА, например, ассоциация по фонографической ассоциации рассылала иски по 2-3 тысячи студентов, одновременно привлекала. Иногда в силу ошибок привлекались грудные дети, старички, пожилые люди, уже умершие люди, люди из прошлого века. Но, тем не менее, вот такими чудовищными, как бы с нашей точки зрения, мерами достигли существования какого-то рынка устойчивого относительно. А когда уже у вас появляются устойчивые пользователи, устойчивый рынок, они уже сами берут свои руки. Вопрос это, как бороться с недобросовестными конкурентами. То есть, по крайней мере, это уже не ложится только на государство и на отдельных особых сознательных граждан. Но в качестве примера можно привести, например, иск, который был предъявлен, по-моему, Ворнер, к одной афроамериканке, матери четырех детей, живущей на талоны и, собственно, социальные пособия. Она скачала 21 музыкальный трек. За это судья от большой любви к искусству присудил ее к возмещению двух миллионов долларов. Это не значит, что ее выгнали из квартиры. На самом деле, последнее, что я слышал где-то полгода назад, что ей уменьшили до 54 тысяч. Она по-прежнему, конечно, ничего не платит и платить не будет. Это как бы такая остраска для всех остальных. То есть, ей продолжают давать социальную помощь, пособие, но вот она считается, что была осуждена, поскольку информация об этом прошла. По крайней мере, по-моему, 45% населения думает о том, что лучше я скачаю на официальном ресурсе, заплатив свой доллар, чем столкнусь с такой вот неприятностью. Остальные, конечно, все равно смелая молодежь продолжает действовать по-своему. Значит, что касается Российской Федерации. У нас в 2013 году был придуман специальный порядок защиты, который первоначально был предназначен для защиты только аудиовизуальных произведений. Основные нововведения – это возможность вводить предварительные обеспечительные меры. То есть, идея была, что надо дать возможность обратиться к суду и еще до возбуждения иска, до возбуждения дела, принять меры для того, чтобы фильмы не распространялись в сети интернет, чтобы срочно пресечь источник распространения. И специальный порядок был установлен на ограничение доступа к информации. В дальнейшем, в 2014 году был примен новый законодательный акт, новые положения о внесении дополнительных норм в тот же Федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Этот закон вступил в силу с 1 мая 2015 года и распространил уже свое действие на все абсолютно объекты авторских и смежных прав, кроме фотографических произведений. Вот сложно сказать, почему. Видимо, когда разрабатывали, решили, что фотографические произведения трудно идентифицировать. Во всяком случае, такие версии были. Сложно идентифицировать, сложно их каким-то образом доказывать авторство. На самом деле, это совершенно не факт, потому что мы знаем, что, например, музыкальное произведение идентифицировать еще сложнее. Иногда для идентификации приходится вызвать сюда французского композитора и уже здесь, в отделении Сбербанка, задерживать его и потом уже решать вопрос, кто же все-таки написал и была ли эта песня. Так, что же касается самого порядка, то теперь он предусматривает, что каждый владелец сайта в сети интернет должен разместить некую информацию, чтобы было куда и на кого жаловаться. То есть он должен написать о своем наименовании, месте нахождения, адресе, адресе электронной почты. Для чего? Для того, чтобы если на его сайте обнаружится информация, обнаружатся факты незаконного размещения произведений или ссылок, с помощью которых можно получить доступ к произведениям, то правообладатель может написать владельцу сайта и попросить удалить эту информацию. Сами обеспечительные меры можно предпринимать в двух случаях. Первое, это если обнаружено незаконное распространение, термин распространения здесь условный, к сожалению, распространение без согласия правообладателя объектов авторских смежных прав, то есть если на сайте где-то, например, найдена возможность прочитать книжку, а правообладатель такого согласия не давал, или возможность просмотреть фильм, или возможность прослушать какую-нибудь фонограмму. Второй вариант при обнаружении, это новация для нашего законодательства, при обнаружении информации, с использованием которой возможно получение объектов авторских или смежных прав, То есть ссылок. Таким образом, ограничить доступ к сайту, закрыть сайт фактически или ограничить доступ к странице сайта могут не только за то, что, не будем говорить мы, а кто-то разместил незаконно произведение чужое, но и за то, что он разместил ссылку, которая ведет на объект, размещенный с нарушением авторских или смежных прав. Вот ситуация достаточно такая сложная, потому что, когда, например, вы формируете каталог, пишете статью, делаете какой-то ссылочный аппарат к этой статье, не факт, что есть возможность проверить законность размещения самих материалов, на которые мы ссылаемся. Правильно? Потому что если мы ссылаемся, например, на статью, размещенную в Киберлининге, откуда мы знаем, была ли она размещена с согласия автора, с согласия правообладателя журнала, было ли между ними достигнуто согласие о том, кто может давать разрешение и на каких основаниях это сделано. Тем не менее, законодательство учитывает некие типовые ситуации и типовые ситуации с точки зрения законодателя, что тот, кто размещает ссылку, он знает, на каком основании размещена информация. Ну и кроме того, предполагается, что у лица, которые осуществляют размещение информации в сети интернета, в том числе ссылки, будет некая возможность и одновременная обязанность постоянно отслеживать поступающие претензии и принимать меры для их удовлетворения. Первый шаг в случае обнаружения нарушения, как предусмотрено законодательством с 2015 года, это в случае, если правообладатель выясняет, что существует факт, распространяя в сети интернет произведений или объектов смежных прав или информации о том, где можно получить доступ к таким объектам. То есть, это не обязательно, на самом деле, должна быть конкретная ссылка, это может быть и иная информация, например, указание, описание сайта, куда можно перейти, поисковая информация, по которой можно получить, осуществить поиск и получить доступ, хотя на практике чаще все-таки речь идет о ссылках. Правообладатель вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа. Но Роскомнадзор принимает такие меры только на основании вступившего в силу судебного акта. И вот под таким судебным актом, если раньше понималось решение суда, а решение суда, как все мы знаем, еще надо ждать полгода, потому что сначала надо обратиться в суд с иском, потом в лучшем случае предварительное заседание, потом в основное заседание. И если случится чудо и вынесут решение, еще есть апелляционная инстанция, еще есть касация, ну, по крайней мере, вступит в силу решение только после рассмотрения в апелляционной инстанции, если апелляция была подана. И с тех пор, как, например, мы сделали возможность обжалования при уплате госпошлины в размере, это в арбитражных судах, 3000 рублей, конечно, грех не подавать апелляцию просто со стороны нарушителей, потому что это затягивает процесс. Ну, либо им просто ничего не надо, тогда апелляция не подается. А, собственно, принятие обеспечительных мер, это такой обходной маневр, позволяющий исключить вот эту полугодовую борьбу, а уже на стадии инициирования иска обратиться в суд, получить определение о принятии предварительных обеспечительных мер. И с этим определением, поскольку оно считается вступившим в силу после его принятия, если оно там не будет своевременно отменено, то с этим вступившим в силу определением обратиться в Роскомнадзор. Дальше Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга, направить ему уведомления на русском и английском языке о нарушении. И дальше провайдер хостинга в течение одного дня после получения уведомления должен проинформировать владельца информационного ресурса, то есть направить владельцу сайта по имеющейся у него информации, переслать ему сведения о том, что надо ограничить доступ к незаконно размещенной информации. И в случае, если он не выполнит, то владелец сайта не выполнит, то провайдер хостинга обязан ограничить доступ к информационному ресурсу. Дальше уже в случае, если провайдер хостинга не обеспечит, то если не будет технической возможности, то должен будет оператор связи принять меры для того, чтобы исключить доступ. При отсутствии технической возможности ограничить доступ к отдельной странице или разделу сайта, то может быть теоретически заблокирован доступ ко всему информационному ресурсу. Собственно, это в наше время уже не так странно выглядит, потому что есть по разным сведениям от 7 до 12 оснований, по которым доступ к сайту может быть ограничен по основаниям, не связанным с авторским правом, а по более суровым статьям, в том числе связанным с уголовной ответственностью. При неоднократных нарушениях, опять же, новация, что Роскомнадзор может требовать установить постоянное ограничение доступа к ресурсу без возможности его дальнейшего снятия. Я извиняюсь за такой технический комментарий, достаточно долгий, на самом деле он выражен еще более сложными словами и напоминает, возможно, я не знаю, у разных людей могут быть разные ассоциации, если вы помните, в «Войне и мире», по-моему, в третьем томе, или в каком-то, нет, по-моему, в первом или втором, когда план сражения под Аустерлицем разрабатывается, там речь идет, первая колонна марширует направо, вторая колонна марширует налево, третья колонна марширует прямо, помните, там такой генерал Вей Ротор разработал план будущего поражения. Значит, очень сложная система, и главное, ради чего она не очень, конечно, понятна, потому что такой расход ресурсов, ну, возможно, если бы авторы каких-нибудь книг, например, есть книги «Фрикономика», может быть, кто-то встречал, если бы авторы этой книги могли бы привести в качестве одного из примеров. Ну, знаете, как они приводят, например, один из примеров, что террористы победили современный мир не потому, что они что-то взрывают, они, ну, незначительно, как бы, ситуации, в которых они реально, если сравнивать, в которых реально что-то случается. Ну, например, с авиакомпанией, если рассматривать потерю человеческого времени, сил, облучения вот устройств специальных, применяемых в аэропортах, то если просуммируют все время на снятие ботинок, на надевание ботинок, на проверки, на затраты, то оказывается, что относительно ничтожная в свое время угроза породила в масштабах мира такие потери и финансовые, и временные, и человеческой жизни, что, как бы, реально это совершенно кошмарная ситуация. Точно так же, если мы вот рассмотрим с точки зрения экономики процесса, то мы видим, что в этот процесс по закрытию какого-то одной страницы, одного ресурса вовлечено столько людей, столько такая цепочка, и это надо на русском, на английском, должны работать люди в русском надзоре, должны работать люди, кто-то должен быть сидеть у провайдера хостинга, кто-то должен у оператора связи, все, как бы, работают для того, чтобы пресечь ресурс, пресечь доступ к одному ресурсу. Тут же выясняется, что на самом деле не так уж сложно для нарушителя, например, перенести часть своей деятельности на другой ресурс, и кроме того, количество ресурсов, скажем так, почти не ограничено, поэтому, как вот с тараканами говорится, ликвидировать их нельзя, но испортить им жизнь можно. Поэтому в основном сейчас, к сожалению, ситуация сводится к тому, что портим друг другу жизнь, усложняем, но это все-таки переходный период, и пока не установится некая стабильность в использовании, в приложении средств, в какой-то связи. Ну, область новая, поэтому, например, сейчас рассматривается, не сейчас, а уже достаточно давно рассматривается, и, видимо, рано или поздно будет реализована идея о том, что в случае, если суд постановил блокировать доступ к какой-то информации или к какой-то странице, где было незаконно размещено произведение, то аналогичные страницы на других ресурсах тоже должны, в принципе, блокироваться в таком автоматическом или полуавтоматическом порядке. Правда, у правообладателей возникает у самих уже вопрос, а не приведет ли это к блокировке в таком полуавтоматическом порядке тех, кто сам разместил законы и сам, например, пользуется, в том числе для коммерческих целей, просто в силу того, что сайты будут мимикрировать, нарушители будут мимикрировать под те сайты, где произведение используется законом. Ну, точно так же, как, например, на практике бывают ситуации, когда несчастные правообладатели выписывают, обращаются с требованием о включении в реестр товарных знаков своих товарных знаков, чтобы их продукцию защищали, чтобы не допускали на территории Российской Федерации продукцию, где их товарные знаки, названия или еще что-то используются незаконно, после чего первая же партия, которая тормозится, оказывается как раз вполне легальная партия, которая вводится по их же заказу. Ну, это все урегулируется, это все постепенно, конечно, решается, но отладка занимает какое-то время. Значит, и последнее, о чем можно сказать в существующем законодательстве, поскольку у нас, например, цель законодательства, как ни странно, процессуального, если мы почитаем, это примирить стороны. Ну, это парадоксально, но это так, если мы придем в суд, например, Московский арбитражный суд, там стоит такая скамья примирения, садиться на нее не дают, у нее есть склоны, если вы видели, такой уклон в сторону центра, что значит все пришедшие истцы и ответчики на нее садились, прижимались друг к другу, плакали, мирились и туда же проваливались и больше в суд не обращались. Вот законодатель на всякий случай на самом деле разумно предусмотрел, что правообладатель и нарушитель или владелец сайта, где есть нарушения, могут либо помириться друг с другом, либо правообладатель может направить владельцу заявление, после чего, значит, владелец должен принять меры для удаления. Вот зачем это сделано, это не очень понятно, потому что это несколько противоречит, как вы это знаете, ситуация, как, например, с ОСАГО для машин. То есть, с одной стороны, это, конечно, смягчает климат на улице, но с другой стороны, отношение автовладельца, но с другой стороны, получается, что автовладелец, в которого незаконно въехали, он может претендовать на возмещение по ОСАГО. Возмещение по ОСАГО неполное, потому что оно с учетом износа считается, что никто на страховке не должен наживаться. Это не каска, это как бы ОСАГО. Возмещается только реальный ущерб. Но в то же время, при обращении в суд, например, есть примеры судебных процессов, где при обращении в суд владельцу пострадавшему отказывают в возмещении по ОСАГО, потому что говорят, вам же было выполчено возмещение по ОСАГО. Вот в данном случае, вот эти несудебные меры, они означают, что с одной стороны, когда правообладатель обнаружил нарушение и решил обратиться в суд, он может быть заинтересован зафиксировать это нарушение правильно и взыскать компенсацию, потому что нарушение уже было, и ему надо, возможно, до какой-то степени попытаться скомпенсировать потери. Ну, хотя это не всегда возможно, и мало того, все-таки суд, он в большинстве случаев судебный процесс убыточен, и дело должен предприниматься для защиты каких-то еще интересов. То есть, если мы откроем, например, Консультант Плюс и посмотрим примеры судебных дел в области авторского права и смежных прав, особенно высших инстанций, то мы увидим, что львиная их часть, львиная доля – это 1С Бухгалтерия и Майкрософт. Сейчас немножко меняется в последние годы, но раньше было именно так. Почему? Потому что для них суды достаточно оправданная вещь, их задача – держать население в тонусе и пользователи, чтобы все понимали, что могут быть неприятности, и поэтому лучше купить за относительно небольшой для компании сумму, чем рисковать. Для ситуации, когда просто отомстить, это достаточно затратно, это достаточно бессмысленно. Но тем не менее, если мы говорим о том, что произведение было размещено незаконно, при обычном подходе зафиксированный факт незаконного использования произведения порождает возможность изыскания компенсации, как минимум. В случае, если судебная практика поставит внесудебные меры и положение законодательства, тем более усложненные в части применения с 2014 года, в части применения положения о компенсации, с достаточно сложными положениями о наличии и отсутствии вины, то получится, что если владелец сайта принял меры по устранению нарушения, то вроде как он уже и не должен нести ответственность. Но получается, что нет повода обращаться в Роскомнадзор для блокирования ресурса. Но с другой стороны, вопрос о том, все-таки должен оплатить или нет компенсацию, пока суды решают, что он должен платить. Хотя есть еще один вариант подхода, что зачем же он должен платить компенсацию, если он принял меры мгновенно по уведомлению. К сожалению, это все нерешаемые однозначно вопросы, потому что бывают в жизни такие вопросы, которые однозначно решить очень сложно. Есть, например, положение, извиняюсь, что отвлекаю, какие-то параллели провожу, положение об индикации имущества. Если, например, вы купили шубу в комиссионном магазине, и вдруг кто-то доказывает, что эта шуба была у него украдена, я не знаю, зачем вам шуба, но кто-то доказывает, что эта шуба была у него украдена, то, как ни странно, шубу у вас изымают. Хотя вы добросовестный приобретатель, но, опять же, это вопрос такой ситуации, что считается, что вам легче найти нарушителя. На самом деле могут быть разные подходы, там зависит от того, купили, подарено было, были ли переходы, что вы должны были знать, не должны были знать, но, тем не менее, законодательство иногда устанавливает очень странное с точки зрения граждан и с точки зрения каких-то вещей положения, которые в некоторых случаях выглядят абсурдными, но вот они апробируются. Это не значит, что они плохие или хорошие, то есть иногда надо вставать с левой ноги, иногда с правой ноги, а уж что правильно, это покажет только будущее. И вот проблема реализации привела к тому, что на самом деле, что хотя меры и были приняты, но еще вот в 14-м году, нет, в 13-м, когда там первый закон, федеральный закон о внесении изменений, когда был установлен только для фильмов возможность принятия предварительных судебных, предварительных ограничительных мер, уже в первый же день киностудии радостно пошли в Мосгорсуд, суд, чтобы пресечь незаконное использование. И, насколько я знаю, из трех первых попыток подать иски не удалась ни одна, но только по формальным соображениям. Где-то забыли взять протоколы назначения директора, где-то забыли доверенность должным образом заверить или оформить. Поэтому в совокупности это достаточно сложный процесс, и он будет занимать еще годы, возможно, что придумают еще какие-то варианты, но на самом деле, если говорить о самой ситуации, то нормализация отношений с нарушениями баланса, нарушений, защиты, все-таки связана с нормализацией отношений по использованию. То есть, когда есть какой-то коммерческий интерес со стороны пользователей, есть коммерческий интерес со стороны, сложились какие-то ресурсы, которые уже предоставляют доступ, как, например, представленные здесь электронные библиотечные системы, то до некоторой степени это снижает остроту вопроса. Потому что, понимаете, когда масса потребителей идет и платит или каким-то образом все-таки стимулируется и легальное использование, и есть источник доходов от легального использования у тех же издательств, то для них уже не так критично нарушения, а нарушения сами по себе потихоньку замирают, просто в силу того, что есть удобные ресурсы, есть удобные варианты, есть удобные варианты доступа. Это, конечно, часто связано еще и с экономическим статусом, с возможностью, с привычками. Причем чаще все-таки, как показывает практика тех же мировых исследований, чаще связано, как ни странно, с привычкой, чем с материальным положением нарушителя. Я использую термин «нарушитель», ну, конечно, мы должны использовать его с такой негативной окраской, но вы понимаете, что, например, когда бывают разные ситуации и бывают нарушения, не связанные с… нарушения есть, а нарушителя, как лицо умышлявшего, это нарушение нету. Это достаточно тоже распространенная ситуация в авторском праве, начиная от ошибки. Ну, например, суд признал нарушителем прав на какую-то песню одного из «Битлз», которому это вообще не нужно было, ну, вот Харрисон, по-моему, написал песню и случайно заимствовал чужую музыку. Ему это было не надо, понятно, что это было случайно, но тем не менее это случилось. Точно так же могут быть разные ситуации с нарушениями, когда, например, компания… вообще все авторское право, оно до некоторой степени содержит в себе элемент неопределенности изначально, потому что откуда мы знаем, что автор – это автор? Только потому, что он считает себя автором. Есть ряд процессов, достаточно курьезных, когда автор искренне считает себя автором, но тем не менее автором не является. Например, после войны два автора и, по-моему, уже даже их наследники вели борьбу на протяжении 20 лет за… во всяком случае так передают источники – за авторство песни «Синий платочек», которую пела Клавдия Иванова Шульженко. В конце концов, удалось обнаружить пластинку 1800 какого-то года и, видимо, оба автора в раннем младенчестве слышали эту музыку, оба ее запомнили и оба были искренне убеждены, что они сочинили. Ну, конечно, чаще всего нарушения связаны не с таким детским восприятием в реальности, а с существующей практикой, с существующими какими-то подходами. Поэтому практика судебная, к сожалению, если мы ее будем рассматривать, я, если позволите, переключу, значит, она достаточно куцая и специфическая. То есть, если брать, например, обзор судебной практики по делам об интеллектуальной собственности прошлогодней, подтвержденной Верховным судом, пленом Верховного суда, то там есть достаточно курьезные случаи с нашей точки зрения, но, тем не менее, один из таких случаев это вопрос о том, можно ли признать нарушителем авторского права курьера, который привез книгу от продавца-покупателя. Потребовалось дойти до Верховного суда, чтобы все-таки вынести какое-то мнение по данному вопросу. Вот Верховный суд решил, если вы видите выделенную часть, что действия курьера по доставке книги от продавца к покупателю не являются использованием содержащихся в ней произведений. И поэтому, соответственно, он не подпадает под ответственность установленному гражданскому законодательству, не подпадает под ответственность установленному уголовному законодательству, но есть один нюанс. Вот если рассматривать, например, административное законодательство, то там ответственность наступает не только за использование объектов авторского права и смежных прав, но еще и за транспортировку и хранение, если знал или должен был знать о том, что используется незаконно, но при этом, как мы знаем в административном праве, у нас презумпция виновности. То есть сам человек должен доказывать, что он не знал, не виновен и ни при чем. В данном случае получается, что с точки зрения гражданского права действий в курьере ответственности нет. Я извиняюсь, почему я говорю о действии курьера, потому что сам суд связан с тем, что велась дистанционная торговля с использованием сети интернет. Поэтому каким-то образом данное дело попало в раздел при квалификации, попадает в раздел о судах, связанных с нарушением прав в интернете. Это очень парадоксально, но собственно, если рассматривать дальше, что Верховный суд смог обобщить по делам об интернете, были обобщены на самом деле фактически только дела, связанные с принятием предварительных обеспечительных мер. Потому что, когда мы говорим о нарушениях в интернете, если рассматривать сухую судебную статистику, то отличий больших между нарушениями в интернете и нарушениями в других областях с точки зрения суда, с точки зрения даже законодательства нет. Потому что вопрос может состоять в том, как доказать нарушения, как обеспечить доказательства, как рассчитывать компенсацию. Но по сути, это обычная, достаточно стандартная практика. И поскольку на протяжении уже 10 лет у нас прав на доведение до всеобщения активно действует, все постепенно с ним свыклись и никто уже не спорит, охраняется что-то в интернете или не охраняется. Значит, вот один из примеров, номер 50 обзора, что говорится о том, и чаще всего дела заворачиваются на первой стадии в связи с несоблюдением общих требований к подаче иска. То есть, помимо, если речь идет о подаче, об использовании механизма предварительного обеспечения предусмотренного, мы рассматривали его с точки зрения, как должен действовать Роскомнадзор. Но вот если чуть-чуть отличься, сам механизм базируется изначально на том, что есть возможность обратиться в Мосгорсуд с требованием, ой, в Московский городской суд, да с требованием о принятии предварительных обеспечительных мер. И Мосгорсуд должен рассмотреть эти требования в случае, если он считает их обоснованными. То есть, к нему обратился правообладатель и есть некий факт использования, он не устанавливает на момент принятия мер, законное это использование или незаконное. Он устанавливает, что есть использование и есть правообладатель, который заявляет, что его права нарушены. В этом случае Московский городской суд может выдать то самое определение, которое вступит в силу, и с этим определением может идти уже в Роскомнадзор. Но вот чтобы Мосгорсуд выдал это определение, надо обратиться к нему по всей форме и строгости, чтобы это была не просто информация, которая указана в статье 144 прим Гражданского процессуального кодекса, а чтобы было подно заявление, оплачены пошлины, правильная адресация, правильные приложения. Ну вот не всегда это соблюдается и к тому же, честно говоря, как мы понимаем, если кто-то когда-нибудь читал какой-нибудь устав караульной службы или устав внутренней службы, то что разрабатывается для других целей, то примерно можно легко получить представление о том, что то, что там написано, совершенно непонятно и неприменимо к практической ситуации. Поэтому, например, караульно в армии объясняют, что вот если сложным образом изложено, когда же он должен стрелять, когда не должен стрелять. Объясняют так, что если несутся с топором, то надо стрелять, а если не несутся с топором, то надо предупреждать. Значит, а в самом уставе прописать так невозможно, потому что никто не возьмет на себя ответственность прописать простыми человеческими словами. Примерно так же написаны процессуальные документы, процессуальные кодексы, и поэтому все достаточно абстрактно и не связано с реальной жизнью. Например, одна из проблем, что если вы подаете иск в Московский арбитражный суд, то чаще всего, если вы к нему прикладываете распечатку об электронном платеже, о том, что вы оплатили пошлину, предприятие оплатило пошлину, отметка банка на этом электронном платеже просто в виде вы получили в электронном виде подтверждение, его распечатали, приложили к иску, и в большинстве случаев, насколько я знаю, Московский арбитражный суд принимает такое доказательство уплаты государственной пошлины. Но при обращении, например, в суд по интеллектуальным правам дела приостанавливают и требуют представить синий печать. Это значит, что легче проверить, вроде бы поступило или нет пошлина на стороне суда, но тем не менее принцип такой. Поэтому, что касается Гражданского процессуального кодекса, есть множество вариантов, при которых в силу несоблюдения каких-либо формальностей подать заявление о принятии мер не удастся. Ну, собственно, это и получило отражение в обзоре. Дальше говорится, что в заявлении еще одно дело, 51 номер, должно быть указано на именовании места жительства лица ответственного за заявленное нарушение исключительных прав на фильм. То есть это достаточно странная ситуация, когда вы обращаетесь за защитой, вы должны указать, кого же вы привлекаете к ответственности. И это требование формальное Гражданского процессуального кодекса, потому что вы должны же уведомить суд, уведомить, вернее, суд должен это лицо, и вы должны подавать конкретно кому-то, и чтобы была возможность защитить права ответчика. И с одной стороны это правильно, с другой стороны это сложно. Но вы знаете, что у нас комбинированная система рассмотрения судебных дел, то есть были судебные, был подход, как бы, один из подходов это устное рассмотрение, когда все проговаривают в суде, и доказательства рассматривают устно, и суд в присутствии как бы рассматривает, ну, если мы смотрим фильмы, это не все процессы, но, например, тоже там американское правосудие. Другая ситуация, это ситуация письменная правосудия, ну, как бы, некая коллегия, предполагается, что есть мудрая коллегия судей или судей, которые должны рассмотреть на основании поданных документов. Это часто административные дела так рассматриваются, но вот у нас, как бы, лучший вариант принят, и в современном мире он получил распространение, к сожалению, видимо, с легкой руки Робеспьера, который считал, что надо обязательно и устно, и письменно, ну, при этом дела проводились быстро, но вот, тем не менее, чтобы и устное, и письменное рассмотрение, то есть вы, с одной стороны, должны бегать в суд, чтобы там присутствовать, а с другой стороны, все должно быть еще письменно указано, доказано и обосновано, и подано обязательно в письменной форме, то есть последняя из союзных республик, например, которая допускала подачу устного иска, это Азербайджан до конца, до 90-х годов прошлого века, я не знаю сейчас, есть ли у них такой гуманный способ. Значит, соответственно, требуется написать, доказать, подать, чтобы по результатам подать, получить определение. Значит, вот 52-е дело в обзоре, это обращаясь в суд заявлением, должен доказать, что правообладатель, что он является правообладателем. Это достаточно сложно, потому что, опять же, это, как ни странно, оказалось легко иностранным правообладателем, потому что общий принцип, что правообладатель устанавливается по закону страны происхождения произведения. Поэтому, с точки зрения, например, американского правообладателя, ему достаточно показать такую справочку, например, из библиотеки «Конгресс США», где написано, что зарегистрировано и он является правообладателем согласно реестру, согласно вот этой вот справке. Российскому правообладателю, например, на фильм надо доказывать, что он является обладателем исключительных прав, возникших первоначально у триады авторов фильма, условной, так называемой, указанной в статье 1263, то есть у режиссера-постановщика, автора сценария и композитора, который написал музыку специально для фильма. И в судебной практике встречаются ситуации, когда правообладатель приходит, предъявляет договоры с двумя из трех категорий авторов, а ему говорят, что, собственно, вы никто, потому что у вас нет всех прав на фильм, значит, вы не правообладатель на фильм. Потом это долго-долго обжалуется, направляется в конце концов на рассмотрение в первую инстанцию и там уже затихает, видимо, на скамье примирения или просто того, что уже тяжело ходить и доказывать одно и то же. Значит, в данном конкретном случае общество обратилось, как мы видим, с просьбой защитить их права на многосерийный анимационный фильм, размещенный на сайте. Но дальше возник вопрос о том, являются ли они именно обладателями прав на использование в интернете. У них была лицензия на использование в определенный период с 5 ноября по 31 декабря, нарушение зафиксировано в другой период. То есть в этот период, насколько я знаю, данное дело, это, по-моему, речь шла о Маше и Медведях и боюсь, конечно, ввести в заблуждение. А на момент обращения в суд правообладатель правообладателем не являлся. Ну, собственно, у нас к правообладателю приравнивается еще обладатель исключительной лицензии. Ну, вот это спорный вопрос, потому что если на момент обращения в суд, например, гражданский, обладатель исключительных прав может доказывать, если бы он обращался с иском сразу, он может подавать иск о нарушении его прав в период, когда он был обладателем исключительной лицензии. Если он обращается за защитой, за принятием предварительных обеспечительных мер, то получается, что на момент обращения он не является обладателем исключительной лицензии, поэтому он не может требовать обеспечительных мер, хотя может требовать выплаты компенсации за тот период, в который имело место нарушение. Следующие дела уже менее интересные. Написано, что в 1953, например, что Роскомнадзор и иные лица обязаны прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и распространение. Написано также, что после 1 мая 2015 года суды долго не могли прийти в себя, что можно не только для фильмов блокировать доступ, но и для других объектов авторских и смежных прав, кроме фотографических произведений. Потому что одни суды отправляли назад, если не речь шла не о фильмах, а другие суды блокировали, если были размещены фотографические произведения. Мы выносили определение, что и то, и то было сложным, было нарушением. Дальше просто было несколько дел, где специально отмечалось, что можно предварительно обеспечительные меры для прав на музыкальные произведения, можно предварительно обеспечительные меры при нарушении прав на литературные произведения. Вот, собственно, все законодательные и юридические основы. Что же касается самой текущей ситуации, то сейчас для того, чтобы осуществлять эффективную защиту, должен быть какой-то смысл и финансовый источник для этой защиты, и финансовый результат от ее осуществления. Поэтому, в основном, успешность защиты, как ни странно, зависит от успешности использования. Потому что пока нет ресурсов, активно заинтересованных в какой-то области в использовании, достаточно странно для правообладателя выглядит, ну, как хобби выглядит защита его прав. Ну, например, если вы хотите, ну, например, вы, возможно, вы, там, какой-нибудь, не какой-нибудь, а великий автор, вы хотите защитить свои права, вы обнаружили, что нарушаются ваши права в сети интернет. Вот вопрос в том, что, представьте, вы потратите множество, много времени, много сил на поиски нарушителей, на борьбу с ними, а возникнет вопрос, я не отговариваю ни в коей мере, возникнет вопрос о смысле таких действий. И вот, надо признаться, что если у вас нет подкрепляющей мотивации в виде, например, интереса в издании, интереса в использовании, то сам смысл обращения за защитой, за охраной, даже просто предъявления требований об удалении, он, извините, до некоторой степени теряется. Потому что, что, как бы, вы получите на выходе, что вместо, если вы действительно известный, популярнейший автор, что вместо 150 тысяч сайтов-нарушителей, вас будут нарушать на 149 тысяч. Вот, если, как бы, не дай бог, на данный момент вы малоизвестный автор, то получится, что вместо нарушения на пяти сайтах вас будут не нарушать ни на одном, но результат, как бы, тот же самый, вопросы продажи, например, произведений по разным областям деятельности сейчас достаточно такой проблематичный. То есть, если мы берем традиционную сферу авторского права, правда, очень непогатую, на самом деле, это сферу книгоиздания, то, как мы знаем, сейчас оно в очень тяжелой ситуации. То есть, тиражи падают, объемы падают, ну, держится более-менее гордо школьная литература, скажем так, входящая в перечень для обязательной. Нет перечня, как бы, обязательной, но есть перечень из числа книг, учебников и учебных комплексов, из которых надо выбирать при преподавании, например, в средней школе. Для вузов такого нету. Поэтому для средней школы это, видимо, будет последний сегмент рынка, который когда-нибудь рухнет, а может быть, никогда не рухнет. Что же касается остальных изданий, ну, представьте, как упали тиражи вместе с точками распространения, с возможностью их продажи. То есть, в интернете, конечно, продается много книжек, но вопрос, достаточно ли это для поддержания значительной части авторов, правообладателей. Так, я думаю, что нам имеет смысл теперь перейти, и даже раньше, возможно, имело смысл перейти к обсуждениям. Хотелось бы послушать ваши вопросы, то есть, прочитать, может быть, на что-то ответить. Я так понимаю, что вот здесь в чате должны появиться вопросы, если у кого-то есть интерес, или если я уже, конечно, исчерпал лимит и ресурс интересов, и вообще возможности прослушивания, то прошу прощения, буду ждать. Так, пока вопросов нет, насколько я понимаю. Павел Юрьевич, что Вы посоветуете? Павел Юрьевич, что Вы посоветуете? Я хотел бы подчеркнуть, что я, поскольку заявление бросался и такими словами, и такими, должен подчеркнуть, что есть разные ситуации, поэтому однозначных ответов для всех случаев быть не может. То есть, например, если Вы развиваете некий ресурс, то, видимо, Вам есть смысл подумать о защите и авторских прав на дизайн, например, и товарного знака, и если у Вас есть, что представить в качестве изобретения, то и изобретение. То есть, это комплексный достаточно подход. Мало того, если Вы предлагаете какие-то уникальные услуги, и Вас легко найти, идентифицировать, то возможно, что Вы, наоборот, должны бросаться на любое появляющее недобросовестное конкурент, и тратить на это значительную часть сил, бюджета и времени, просто в силу того, что Вам важно поддержать уникальность именно Вашего предложения. Если же Вы, например, работаете по площадям на масштабе, то возможно, что могут быть ситуации, когда нарушение авторских прав, даже не Ваших, а третьих лиц, Вас затрагивает в меньшей степени, а в большей степени Вас затрагивает, например, позиция потребителей, которые не только не приобретают легальные или нелегальные доступства, а вообще просто ушли из какого-то сегмента. Ну, то есть, как мы знаем, например, цифровое издание, оно подорвало колоссальным образом рынок книжный, и не в силу пиратства, как ни странно, а в силу специфики, ну и того, что появились другие варианты времяпрепровождения, а главные специфики такой, что вот если в Советском Союзе какая-нибудь небольшая и относительно мало известная, ну, только любителям книжка, выпускалась огромнейшим тиражом, потому что положено было ее раздать в библиотеке, кто-то ее покупал, чтобы поставить на полку, и у большинства скапливались достаточно такие большие полки с книжками, которые они никогда не открывали. То есть, легче было купить книгу, поставить ее на полку, то сейчас, например, пользователь, прежде чем покупать, он сначала посмотрит, прочитает фрагмент, убедится, что ему это не надо, и спокойно будет жить дальше. Или, может быть, ему это надо, но ему будет некогда, и все-таки электронный платеж – это некое психологическое давление. Поэтому, например, если мы берем книгу 1981 года «Тилю Леншпигель» Шарля де Кастера, ну, такое произведение, как бы не входящее в школьный курс, и когда я беру, у меня просто есть одна из книжек, это вот эта вот самая «Восемь первого года», когда я открываю тираж и вижу 800 тысяч, то понимаю, что это тираж недостижимый в наше время, ну, ни для кого. Сейчас, когда книги издаются там тиражами, хорошие тиражи, как бы 3000, это уже считается вполне приличный тираж, особенно если речь идет о научно-учебной литературе, где тираж 500 экземпляров уже считается вполне достойным. А некоторые книги издаются тиражами там 2, 3, 5, 6, 1 экземпляр, просто для того, чтобы было какое-то издание, остальное все в электронной форме, чтобы было представлено, то понятно, что это область такая, где ни сил, ни денег на борьбу с контрафактом не осталось, тем более, что есть, если мы говорим о нарушениях авторских прав, есть и другие, и борьбы с ними, варианты борьбы, есть способы использования технических средств, да, и есть способы использования прогрессивных, прогрессивные варианты использования, ну, скажем так, защиты с помощью специфического размещения информации. Ну, вот если мы сейчас, я не знаю, как сейчас, но года два назад я пробовал именно в исследовательских целях, не в целях нарушений, подумать, что-нибудь плохого, пробовал найти учебник школьный, по-моему, там, четвертый, пятый или шестой класс, да вообще какой-нибудь учебник из средних и старших классов, который более-менее идентифицирован, попробовал найти в интернете. Когда, я думаю, что и сейчас то же самое, может быть и нет, именно из числа тех учебников, которые входят в рекомендуемые перечни, и вы знаете, что происходит? Когда вы ищете этот учебник, появляются сотни тысяч ссылок, и если вы идете по этим ссылкам, вас заманивают сначала на один ресурс, потом на второй ресурс, и в конце концов оказывается, что вы пришли не туда, и скачали вы не то, и ситуация повторяется и повторяется, поэтому думаю, что можно подозревать, что сами изнательства или те, кто в этом заинтересован, принимают меры, чтобы было трудно или почти невозможно скачать учебник именно в силу технических причин, чтобы было трудно или невозможно скачать учебник именно в силу технических причин, чтобы было затруднительно настолько, чтобы легче все-таки было пойти его и купить. Что же касается многих книг, которые могли бы составить какую-то пользу, но являются дорогостоящими разработками, их просто не выкладывают в сеть, для того, чтобы очень ограниченный круг пользователей не нарушил права, не изъял, или если выкладывают, то, к сожалению, теряют контроль. Это не только российская проблема, но, например, если мы берем зарубежную практику разных стран, то в последнее время оказалось, что исключения из авторских прав очень вредят те, которые думали, что они настолько ничтожны, что никогда не могут привести к вреду для правообладателей, как ни странно, очень вредят правообладателям. Ну, например, стандартное исключение – это воспроизведение в образовательных целях для использования в аудиторных занятиях. То есть, имеет право библиотека вузовская, например, воспроизвести для аудиторных занятий отдельные части произведения или малообъемные произведения, и передать их, например, преподаватель может их раздать в аудитории. И вот, как ни странно, получается, что поскольку книги выпускаются малыми тиражами, то одно из таких дел было в Латинской Америке, по-моему, в Чили, что преподаватель рекомендовал 30 студентам, а всего там около 80 студентов, воспроизвело небольшое относительное издание, экономическое исследование. Вот и суд, и научная общественность, скажем так, признали это нарушением, потому что тираж этого издания был всего 200 экземпляров. Получается, что воспроизведение в объеме 80 экземпляров – это уже существенное нарушение и существенный подрыв правообладателей. В международных договорах и, собственно, в российском законодательстве эта проблема решена, опять же, до определенной степени. Сейчас, секундочку, извиняюсь. В Бердской конвенции есть так называемый трехшаговый тест, который сводится к идее, что устанавливаемые исключения, даже если они полностью соответствуют и международным нормам, и внутреннему какому-то предсодержанию, не должны приводить к нарушению прав, к такому существенному вреду для правообладателей, что уже, собственно, баланс между интересами правообладателя и пользователя мог бы оказаться нарушенным. То есть сделана специальная оговорка, что такие исключения должны устанавливаться только в определенных случаях, скажем так, социально оправданных, что они должны быть конкретизированы, нельзя установить исключения в законодательстве, Бердской конвенции это не предусматривает. Бердская конвенция в меньшей степени говорит только об исключении, об ограничениях в отношении правного воспроизведения, но, собственно, уже и в последующем и международном законодательстве, и внутреннее пошло по пути распространения трехшагового теста на все случаи установления ограничений. То есть даже если есть ограничение, оно должно применяться, может устанавливаться изначально законодателем, и дальше должно применяться только с учетом специальных оговорок, так называемых трехшагового теста. То есть первое, это должно быть определенный случай, это ограничение должно относиться только к определенному социально оправданному случаю. Нельзя сказать, что любое использование, осуществляемое в библиотеке, может подпадать под ограничение. Не только конкретное, определенное, специально установленное, то есть, например, только по заказам физических лиц, только для использования в личных целях, не только для использования в учебных целях, и только малообъемные произведения для коротких отрывков из иных произведений. Дальше, это ограничение не должно противоречить, не должно причинять существенный вред правообладателю. То есть, если оно приносит пользу, например, для инвалидов, или приносит пользу для какой-то категории, для обучения, это не означает, что оно может причинять существенный вред правообладателю, то есть, значительный ущерб, значительные убытки не должно конкурировать. Если оно причиняет значительные убытки, то уже оно само по себе не соответствует духу и букве Берс-конвенции и современного законодательства. В качестве примера можно привести, например, законодательство Российской Федерации, статья 12.74, и законодательство разных стран устанавливает исключения для слепых и слабовидящих. То есть, можно преобразовывать без согласия правообладателей любые произведения в тексты, написанные специальным шрифтом, обычно Брайля имеется в виду, но могут быть и другие варианты, с использованием специальных шрифтов, специальных обозначений, чтобы слепые люди и слабовидящие могли читать произведения, например, путем их с помощью пальцев, а не с помощью глаз. Но сделаны исключения из этого исключения, что если произведение изначально было выпущено именно с шрифтом, предназначенным для использования слепыми и слабовидящими, то его свободно воспроизводить нельзя, даже для слепых и слабовидящих. Почему? Потому что тот, кто его выпускал изначально, он уже понес затраты на создание такого произведения именно для данной категории пользователей. Это иногда выглядит негуманно, но тем не менее, есть же вторая сторона вопроса, что если не устанавливать защиту, не защищать интересы, например, тех, кто выпускает такие произведения, то эти произведения просто перестанут выпускаться. Как когда-то говорил Вольтер, когда о разных правах он говорил, что каждый имеет право жить до тысячи лет, если сможет, если я не буду, если это он. Точно так же, в принципе, каждый, ну можно установить исключения совершенно неограниченные, которые на самом деле добьют какой-то сегмент рынка, не приведя, по большому счету, к улучшению ситуации с правами и к улучшению ситуации для остальных пользователей. Значит, что касается других ограничений или вариантов использования, то вот мне бы хотелось все-таки в оставшееся немногое время послушать, получить какие-то, так, я извиняюсь, во вкладочке «Вопросы» что-то ничего нет. Видимо, я настолько уже всех заморочил в ситуации с охраной авторских прав, что как-то нет интереса посмотреть конкретную проблематику. Я вот тогда думаю, что будет все-таки интереснее в оставшееся немногое время. Это учебный сегмент или сегмент, скажем так, пользовательский. Ну, давайте рассмотрим с другой стороны, со стороны пользователя. То есть вы делаете какой-то ресурс и хотите использовать чужие произведения. Значит, есть несколько вариантов. Ну, во-первых, как всех нас должны были научить в детстве, не трогать чужое. Да, значит, соответственно, если мы делаем какой-то интернет-ресурс, если вы делаете рекламу, если вы делаете, ну, все, что угодно, все, что вы захотите, надо общий принцип использовать произведения только с согласия правообладателей. То есть их авторов, работодателей, обладателей исключительных прав, наследников. И без этого, если вы делаете что-то серьезное, рассчитанное на века, лучше ничего не использовать. То есть даже если что-то временно использовать, то тоже лучше ничего не использовать без согласия правообладателей. Значит, если вы хотите использовать что-то без согласия правообладателей, то это что-то должно либо не охраняться законом вообще, не охраняются авторские права, например, на произведения, в отношении которых истек срок охраны, или которые и раньше не охранялись. Ну, общий принцип, что истек срок охраны, и они перешли в общественное состояние, и тогда могут использоваться любыми лицами, без согласия правообладателей, без выплаты вознаграждения. Но второй вариант, вы можете использовать ограничения из авторских прав, например, цитирование. То есть включение в свой текст чужого текста. Можно использовать иллюстрации в учебных целях. Можно использовать иные ограничения. Они, правда, не многочисленные, достаточно куцые и требуют приложения труда и усилий. Но что касается использования именно в интернете, цитирование, пожалуйста, можно использовать в интернете сколько угодно. Значит, что касается иллюстрации, то можно использовать иллюстрации, в том числе и из аудиовизуальных произведений, но это должны быть иллюстрации в изданиях, произведениях, иных ресурсах, в учебных целях. То есть это не просто так для красоты, а именно в учебных целях. В остальных случаях лучше использовать неохраняемые произведения, что достаточно трудно определить, учитывая, что у нас есть пять оснований продления сроков охраны, основания сокращения срока охраны. Но общий принцип – это срок жизни автора плюс 70 лет. Значит, на практике срок жизни автора плюс 70 лет, плюс еще четыре года за войну, если он работал в период Великой Отечественной войны, плюс еще, если он был репрессирован и реабилитирован посмертно, то 70 лет с даты посмертной реабилитации, а если в соавторстве, то 70 лет после года смерти последнего соавтора, а если произведение было опубликовано посмертно, ну, как, например, «Мастер и Маргарита», то 70 лет с даты первого обнародования или опубликования. Ну, сейчас законодательство обнародования, поэтому это установить еще сложнее. То есть формально, например, «Булгаков» умер в 40-м году, произведение «Мастер и Маргарита» издавалось в 67-68 впервые в журнале «Октябрь», и поэтому срок охраны 70 лет пойдет не с 40-го года, а с срока опубликования. Есть еще переходные периоды, есть еще правила сравнения сроков, что, например, если где-то охраняется дольше, то у нас будет охраняться только столько, сколько охраняется у нас. Но если где-то охраняется срок охраны меньше, например, 50 лет, то у нас срок охраны будет, как ни странно, применяться не больше, чем за рубежом. То есть 50 лет, если за рубежом в какой-то стране, то мы будем охранять тоже только 50 лет. Например, во Франции, наоборот, будут охранять 70 лет, независимо от того, вообще, сколько охраняется в стране происхождение произведений. У них нет прибавления за Вторую мировую войну, но у них есть прибавление срока охраны за Первую мировую войну, в результате чего, например, в 90-е годы один из режиссеров был оштрафован, ну, как продюсер, правда, фильма, за то, что у него герой идет по улице и насвистывает интернационал. Потому что выяснилось, что интернационал, хотя и был в 19 веке, но композитор Дегерейтер умер в 1932 году, и поскольку он пережил Первую мировую войну, случилось так, что он охраняется. Значит, что касается... Так, а я вот не пойму, извините, вот поднятая рука, а как это интерпретировать, это где-то должен быть вопрос. Все-таки, если интересный, то я с удовольствием отвечу, если неинтересный, то тоже постараюсь ответить. Ну, как говорится, не бывает неинтересных вопросов, бывают неинтересные ответы, да. Так, что касается, опять же, вот пользования, то первое, честно говоря, чему учил, если студенты дневники и как бы бакалавриат, и курс авторское право, то первый вопрос, который задаю, и последний, который задаю, и то, что нужно в жизни, в предпринимательстве, во всем, в чем угодно, что у вас должно быть, если вы используете произведение. А уж тем более, если вы используете произведение в интернете, учитывая, что, ну, как бы в быту, все-таки получить сведения о том, что вы что-то нарушаете, иногда достаточно сложно. Нужна какая-то массовость нарушений, чтобы была вероятность, что правообладатели это увидят. Вот что должно быть, если представить. И первое, что должно быть, это договор. Договор с правообладателем. Почему? Потому что, если есть договор с правообладателем на охраняемое произведение, то даже если ошибка в правообладателе, какие-то дополнительные там ошибки возникли, это все-таки вопрос гражданской правовой ответственности. Если такого договора нет, то ситуация может ухудшиться и перерасти в ответственность уже не гражданско-правовую, а ответственность уголовную. Правда, с гражданской правовой ответственностью тоже ситуация в последнее время меняется, поскольку у нас несколько раз менялись формулировки в понятии, как должна рассчитываться компенсация за нарушение исключительных прав. Сейчас в судах имеется достаточное количество дел, где эти компенсации достигают астрономических размеров, и в том числе в случаях, например, рекламы в интернете. Поскольку реклама могла быть показана много раз на разных ресурсах, то есть попытки, например, подсчитывать компенсацию, исходя из каждого нарушения. Сейчас уже у нас компенсация устанавливается за нарушение формулировки последней измененной, что нарушение не за каждое нарушение, а за нарушение прав на каждый объект. На самом деле, надо подсчитывать и каждое нарушение, и каждый объект, и сколько будет компенсации, никто не знает. В интернете, при нарушениях в интернете компенсацию определить очень тяжело, потому что теоретически она должна быть сопоставима с размером убытков, но на практике, поскольку установить размер убытков сложно, то она может быть и ничтожной, а может быть и какой-нибудь астрономической. Мало того, собственно, сам факт нарушения в интернете может по-разному интерпретироваться. Например, сейчас, по-моему, так и не закончено рассмотрение судебного дела, где индивидуальный предприниматель продавал семь игрушек, сделанных по персонажам фильма Маши и Медведь. Когда правообладатель обратился в суд, то, собственно, возник вопрос не с тем, нарушал или не нарушал, а что считать нарушением, как считать каждое нарушение, вот с точки зрения правообладателей, видимо, это верно, с моей точки зрения, опять, может быть, вы с этим не согласитесь, поскольку игрушек было семь персонажей, семь, то надо считать, что имело место семь нарушений, и за каждое отдельно, что нарушались права на персонаж, то есть права на каждое изображение, каждый объект, и, соответственно, надо взыскивать компенсацию за каждый объект. Она была небольшой, то есть речь шла о том, взыскать 10 тысяч за все, или по 10 тысяч за каждый. 10 тысяч – это сейчас минимальная компенсация. То есть речь была о несмертельной компенсации, но дальше пошли чудеса, половина судов решила так, половина иначе. Суд по интеллектуальным правам посчитал, что нарушены права на аудиоизуальное произведение, поскольку это все персонажи из одного произведения, а одно нарушение имело место на аудиоизуальное произведение. Это мнение не поддержал Верховный суд, который решил, что имело место все-таки нарушение прав на персонажа, и каждый персонаж надо учитывать отдельно, но ввиду невозможности установить, кто же из семи персонажей является персонажем, а кто является просто так, отправил дело на новое рассмотрение. Потому что, например, персонаж Маши и персонаж Медведь вроде бы узнаваем, а персонаж Заяц и персонаж Волк при не очень идеальном исполнении игрушек надо оценивать, насколько они все-таки являются персонажами из данного мультфильма или из другого. Но на самом деле это достаточно печальная ситуация, когда дело о взыскании небольшой компенсации рассматривается по такой гармошке, по лестнице, вверх-вниз, вверх-вниз. Не знаю, кто в каких делах принимал участие. Я пока из рекордов знаю, когда 9 разных инстанций последовательно пересматривали дело, пока истец и ответчик не были доведены до состояния, что лучше все-таки вообще забыть, как кошмарный сон и больше никогда не обращаться. За защитой. Но сейчас надо отдать должное, суды стали работать быстрее. Правда, есть проблема с тем, что они решают, но как бы со скоростью работы проблемы постепенно снимаются. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в связи с окончанием истечением времени семинара. И был бы рад ответить на вопросы, ну или, по крайней мере, рад, если что-нибудь хотя бы вам запомнилось или подошло. Спасибо за внимание. Я тогда прощаюсь со всеми. Ну что, Павел Юрьевич, я останавливаю вещание? Константин, посмотрите, пожалуйста. Да, да, вот только что увидел, только что увидел, вернулся, я надеюсь, меня слышно. Надеюсь, меня слышно. Так, правомерно ли переиздавать неохраняемое авторским правом произведение? Значит, дело в том, что зависит от того, для каких целей вы это делаете. То есть, само по себе издание правильно может выйти в 2017 году, и произведение ведь, если оно не охраняется, а охрана у нас определяется не тем фактом, когда оно было издано, а тем фактом, когда умер автор, по большому счету. Поэтому есть ситуация, когда, например, произведение «В лесу родилась елочка», вышло впервые, было издано в журнале «Чиша-еж» в 1903 году. А автор умерла, Кудашева, Надежда Романовна, по-моему, или Андреевна, умерла в 1964 году, поэтому охраняться оно еще будет очень долго. Единственное, что не могут найти наследника. Но формально оно может охраняться до 2035 года, если я правильно посчитал. Поэтому переиздавать, если произведение действительно неохраняемое, то есть, если можно убедиться, что автор умер своей смертью до Великой Отечественной войны, и произведение было впервые опубликовано при его жизни, то есть, он не был репрессирован, произведение вышло при его жизни, и он взял и умер без помощи государства, то есть, пережил 1937 год или не пережил 1937 год, но по своей судьбе умер без каких-то там репрессий, то произведение уже не охраняется, и, соответственно, его может использовать любое лицо, не внося в него искажений. При этом вполне возможно, что оно составит, например, издание 2017 года, и даже правомерно будет указание издания именно этим годом, потому что, если издательство издает произведение неохраняемое, оно все равно формально делает оригинал макет, отвечает за содержание, оно должно все равно сдать обязательные экземпляры, и формально, конечно, сейчас половина уже, но треть точно не сдает, к сожалению, или, ну, как уже, это не от хорошей жизни, значит, поэтому указать, что это 2017 год, если тем самым никто не вводится в заблуждение, это вполне разумно. Вопрос как бы в том, что если, например, какой-то человек возьмет чужое издание, присвоит себе, совершит плагиат, то тогда, независимо от того, когда было издано первичное издание, плагиат будет иметь место, иное дело, что некому будет инициировать процесс о нарушении. Поэтому, если год указывается в так называемых выходных данных, то он действительно должен быть 2017, потому что это год издания 2017. Если это используется, например, для того, чтобы ввести в заблуждение, ну, условно, там, Рособранадзор, о том, что в ВУЗе используются современные учебники, а вместо этого перепечатана, там, анатомия какая-нибудь, 2000, 1900, 1851 года, то, конечно, это тоже нарушение, но оно уже иначе преследуется, оно просто как представление неправильных данных, нарушение требований к лицензионных требований, требований к аккредитации программ, поэтому, вот, само по себе указание года, оно может быть, как совершенно правомерным, если речь идет о выходных данных изданий, я, как объекта выпускаемого издательства. И оно может быть неправомерным, например, в случаях, когда это используется для обхода каких-то требований, или, наоборот, демонстрация, что якобы вы соответствуете каким-то требованиям. Так, я вот надеюсь, что я более-менее ответил на этот вопрос. Всегда рад. Если что-то еще могу быть чем-то полезен, тоже всегда буду рад. Есть, конечно, еще репринтные издания, которые формально не надо задавать, и тогда можно делать один в один, но все-таки современные издания, они сильно отличаются от дореволюционных, и издательство, как ни странно, вот за рубежом, например, речь шла даже о том, чтобы вводить отдельные какие-то права для издателей, которые сильно улучшают качество издания. Да, значит, договор с автором формально, вот как юрист могу посоветовать, заключить в письменной форме. Описать хотя бы, если вот хотя бы в самом примитивном варианте, что он согласен, что он разрешает вот такое-то, такое-то использование. Это уже как бы хорошо. Если как бы по полной программе заключать, то заключается либо договор отчуждения авторских прав, полного перехода прав, либо лицензионный договор, и тогда надо в него включать положение в объекте, то есть на что, о сроке, о способе, о правах, о возможности сублицензирования, о вознаграждении, то есть оговаривать все, что нужно для лицензионного договора. Есть у нас сейчас законодательное положение, статья 186 прим, о том, что, сейчас прошу прощения, положение о том, что допускается заключение договора, есть ряд случаев, когда договор можно письменный не заключать, и вот один из случаев, это так называемая свободная лицензия, или открытая лицензия. Дело в том, что не рекомендовал бы пользователям использовать этот подход, потому что, если будет претензия со стороны автора, или со стороны правообладателя, потому что не всегда автор является правообладателем, то задача пользователя уже будет доказать, что он использует правомерно. В кодексе у нас говорится о том, в статье 12.29, о том, что использование должно осуществляться с согласия, и согласие, один из способов подтверждения согласия, это договор. Если автор подтвердит свое согласие, например, с помощью письма, это тоже будет совершенно законно. То есть можно просто письмом, можно каким-то подтверждением, но просто, понимаете, если возникает судебный процесс, если возникают претензии, а тем более, если приходит правоохранительный орган, легче показать договор, даже самый примитивный, самым образом неправильный написанный. Но, тем не менее, здесь же еще психологический момент. Если автор подписал, то примерно и автор, и пользователь знают, о чем шла речь. И пока пользователь не выходил, не нарушал каких-то, скажем так, моральных обязательств, автор тоже все-таки достаточно сложно отрицать то, что написано пером, не вырубишь топором. А поэтому то, что обещалось как бы устно, как говорится, то, что не написано на бумаге, не стоит тех денег, на которых оно, не стоит той бумаги, на которой оно написано. Есть примерно такая, какая-то иностранная поговорка. То есть, в любой момент может случиться казус, ну или автор умер, или у него что-то в мозгу произошло, или просто случилась ситуация, что вам надо доказать правомерность, а автора нет рядом. Поэтому лучше в письменной форме ну хотя бы получить хотя бы письмо от автора, причем лучше не через интернет, но хотя бы скану, это если уж совсем примитивно, совсем невозможно, то хотя бы скан с подписью автора. Хотя это как бы понятно, что могут говорить, что подделано, что еще что-то, поэтому это общая проблема. Вот даже, например, если депонируют в российском авторском обществе, там же надо как-то подтвердить, что обратился автор, там просят предоставить ксерокопию паспорта. Просто как факт, показывающий, что приходил человек, у которого был этот паспорт. Это общая проблема идентификации, она не только для авторского права. Вот уверяю вас, есть такой абсурд, например, что я только не подбиваю вас к этому, но что любой из нас может стать директором Газпрома. Может быть, ненадолго. Потому что у нас, например, доказывание того, что к нотариусу сама налоговая не связывается с вопросами заверения заявления о смене директора. Правильно? У нас приходит директор новый, то есть некое лицо, которое приносит с собой некие документы. И вот то, что он является представителем и реальным директором новым любой организации, доказывается только тем, что у него есть оригинал, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельство о обстановке на учет, свидетельство о ГРН, устава заверенного. То есть, фактически, просто то, что он взял эту папку с основными документами юридического лица, уже доказывает для нотариуса, что он является как бы уполномоченным представителем этого лица. Это абсурд, но это так. Потому что мы знаем, например, что печать изготовить можно и за 300 рублей, совершенно как в любой конторе, и за 600, а уж за 1000 вам день в день по слепку сделают. Но вот в авторском праве тоже много условностей. Поэтому, для того, чтобы показать, что у вас есть правовая связь с автором, что вы не нарушитель и не являетесь, не подпасть хотя бы под уголовное законодательство, надо хоть какой-то договор иметь с автором, где хотя бы будет указан там, пожелательно, срок использования, правильно? Или даже не указан, что я расписка какая-то от автора, что я, автор, разрешаю использовать. Если это невозможно, конечно, это отдельный вопрос, уже зависит от ситуации, от того, что и как используется. Может быть, я прошу прощения, если объемный вопрос имелось в виду разные другие варианты. Вот другие варианты, это то, что допускает свободная лицензия, то есть она как бы признается, что есть возможность, что автор дает разрешение в форме, не выраженной форме договора, без письменного договора. Но вопрос доказывания о том, что такое разрешение имело место, это уже проблема пользователя. И это, конечно, крайне нежелательная ситуация, потому что, вы понимаете, вот почему, например, ресурсы, которые создаются под эгиды американских компаний спокойно работают, Amazon спокойно работает, потому что у них это не просто признается, а как бы считается еще до какой-то степени защищается ну какая-то добросовестность отношений. То есть плюс различные как бы варианты компенсации для случаев умышленного нарушения, неумышленного нарушения. Ну вот пример Amazon.com и Litras, если взять. Litras'у очень тяжело развиваться, потому что формально Litras'у надо договоры и они это делают заключать в отношении каждого абсолютно каждой продаваемой книжки. У Амазона все просто. Если кто-то на Кайнбле хочет разместить для скачивания, то он сам регистрируется, как будто он издательство или автор, сам размещает, а дальше два варианта. Если кто-то заявляет о том, что есть нарушение его прав, что это незаконно размещено, Amazon блокирует доступ и оставляет себе накупленные денежки. Правильно? Ну то есть вы уже должны доказывать, что вы закон разместили. Если никто не заявляет, то Amazon платит тому, кто разместил, только я, насколько понимаю, они последние годы не любят русскоязычные ресурсы, русскоязычные как бы эти публикации. А Amazon платит тому, кто разместил и оставляет себе долю от продаж. Вот представьте себе, что у нас кто-то открыл сайт, где на таких принципах размещаются произведения. Ну, как минимум, несколько требований возбудить против него уголовное дело он сразу заслужен. Правильно? Если он будет продавать чужие произведения со своего сайта, ссылаясь на то, что это вообще не он размещает. Либо он должен быть настолько крупным и абстрактным, как, например, ВКонтакте, который вообще позиционирует себя как некий площадку информационного провайдера, который не является провайдером содержания, а только предоставляет услугу для размещения третьими лицами. В итоге сами ВКонтакте пытаются ни за что не отвечать, но их пользователи сплошь и рядом оказываются все чаще ответственными за нарушения, которые, возможно, они не совершали. Есть, например, судебные дела, где за это понятно, что это несколько абсурдно, где решение было вынесено о взыскании штрафа почти миллион рублей за то, что просто одна пользователь другому предоставила ссылку, переадресацию, приглашение посмотреть фильм. Когда это было предоставлено, в ссылке было указано, что отправитель такой-то. Когда нотариус снял эти данные, суд совершенно спокойно вынес решение на том основании, что отправитель с его точки зрения разместил этот фильм и незаконно его использовал. Не ресурс ВКонтакте, не тот, кто первый туда разместил, а тот, кто послал другому сведения о том, что этот фильм размещен. Есть и другие ситуации, менее спорные, где действительно человек разместил музыкальные записи или другой человек книги и к ответственности был привлечен именно он как лицо разместившее, а не владелец сайта. Спасибо большое. Больше вопросов нету? Спасибо за вопросы, рад был пообщаться. Будем надеяться на дальнейшие регулярные встречи. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok